сынок какие там рыбки в аквариуме покажи в аквариуме и играешься машинками вертолетик или что это самоле приехали в мамин дом здесь есть центр раннего развития называется радуга и у них есть детские врачи приехали на прием на другой столик перешли до много здесь столиков много игрушек ждем врача кашляет мой сыну купили не ингалятор сегодня чтобы прогревать венталином я в анталии всегда венталином делаем и прогревание и думаю что мне здесь придется вода купить хотя я с анталии тоже взяла с собой вот такой вот конструктор наверху от фирмы вега относительно недорогой но главное чтобы он делал свои функции и помогал деткам опять приехали к врачу на осмотр сейчас ждем нашей очереди так всем привет сегодня у меня конечно настроение не одно из лучших а точнее нужно такую неделю конечно дети когда болит у нас это самое ужасное для мамочек мы это все переносим понимаем чувствуем больше чем они в общем со мной приключается опять все повторно так как у меня ребенок аллергик если кто не знает еще меня только включил мой канал в общем меня зовут сынулио эмиль ему год и 9 у него али но он не аллергик у него аллергия на белок и эти детки они более подвержены к быстрому хватанию инфекции потому что у них ослаблен иммунитет и в принципе то есть показания то что то такое какие-то таблетки антибиотики чувствую что то есть это тоже надо было быть очень осторожным так как мы живем в турции в анталии то там было нам попроще сейчас мы приехали на зимние каникулы в украину в харьков к моим родителям проведать и мы просто прилетели вообще отдохнуть за всеми уже соскучились тут так получилась такая ситуация я была готова к этому я знала что в итоге все равно это будет акклиматизация и все равно может быть что-то вдруг какая-то подцепиться вирус так как сейчас сходил вирус я об этом знала особенно детки же они это будут чувствительные все воспринимать и быстрее это на них может повлиять я была готова к тому что ну вдруг может быть здесь он простынет все-таки погода совсем разная климат разный плюс вообще перемена даже жилья и ну вдруг очень я подготовилась и взяла то что мы стандартно берем как стандартная когда последний раз у него был бронхит нам врач выписал венталин и сказал обязательно берите ингаляцию это была у нас зима тогда в анталии тоже ходил вирус и вот мы взяли ингалятор купили ему и всегда если вот мы видим что вдруг у него же перед их открывается дыхание он так с отдышкой все делает то мы уже знаем с мужем например на 4 на 5 день может все равно одеваем ему эту масочку он мне может день два там три подышать и все у него проходит все я же этим лекарством запаслась я его привезла с собой далее я взяла с собой сироп который также он первая линия на днем написано как только открываете состав точнее состав а из-за чего его можно пить да при каких симптомов и там вот написано левопронт первое при каких показаниях это вот сразу же сверху написано при показаниях левопронт можно отдавать этот сироп если у вас ларингит фарингит бронхит то есть если у вас сухой кашель кричащий такой как лари собаки как они говорят то как удушья у ребенка то его обязательно нужно отдавать так как у меня уже вы милия был бронхит и я не знаю до конца то есть это у него уже он врожденный или как то есть вроде как все нормально легкие в отличном состоянии мы в итоге сегодня сделали ему рентген хотя я была очень против это специальный детский рентген надо идти потому как деткам до трех лет их невозможно попросить чтобы они показали свою грудную клетку расправили руки то есть такого нету понимаете в общем я снял все круги ада наверное прошла у меня просто шок я изначально когда имели уже чуть-чуть заболел я сразу начала ему давать этот сироп через два дня у него вдруг поднялась температура это понимаю что у него все-таки организма не хватило вирус побороть этот вирус просто слабенький организм это может быть потому что он аллергик я по я это прекрасно понимаю хорошо мы идем в частную клинику радуга мамин дом частная клиника посоветовали говорили что все отлично решила что если мы идем за деньги значит там должны быть нормальные врачи во первых то что поменялось около трех врачей мне уже третьего врача хотели давать но я сказала нет давайте мы уже хоть с одним остановимся узнаем что в итоге у меня ребенка когда мы первый раз пришли нам выписали там свечи которые помогут то есть они там на какой-то определенные часы там 10 часов то есть в течение 10 часов и со свечкой усталяйте ребенок уже очень сильно задыхается то ее желательно встать я забыла название я не хочу раздаваться в эти подобности потому что у меня голова просто перевернула с ног на голову на голову если вам нужно это будет эта информация пожалуйста я конечно вам это все отпишусь в общем нам поставили ларингит в основном это болезнь он там у взрослых там нельзя курить им это вот у певцов это их вообще профессиональная болезнь у детей это бывает это только если подцепили какой-то вирус все в харькове вирус в украине не знаю где летели в самолете подцепили хорошо вы сейчас скажете зачем летели зиму ну а что вообще не летать ребенку что же надо как бы и и снег и зиму увидите раз за родителями моими соскучиться точнее за бабушка за дедушка я захотела сюда прилететь ну то есть летом тоже бывает заболевание у деток просто мне обидно что у нас оказывается медицина лечит вроде бы но не знаю либо так как-то нам совпалось что ребенок сначала него был ларингит через какое-то время приезжая уже острый прям все чуть ли не бронхит не переходит сегодня уже прям перешел он в бронхит в итоге как объяснили что за полтора за двое суток это все возможно но мы уже приехали уже третьему врачу это уже реально проверенный моя крестная то есть уже посоветовала именно заф отделением точнее она там даже главное если не ошибаюсь в общем я в таком просто пространстве я многое вообще ничего не запоминала у меня просто был шоке сидела я просто была шоке когда мне сказали что сейчас ребенку сделаем рентген посмотрим и если сейчас обнаружится что в легких есть там жидкость то есть его сразу же ложат в больницу обязательно это надо так как только в стационаре его можно будет нормально до лечить у меня конечно истерика слезы я когда ехала вообще в машине я думала сейчас я приеду я буду снимать это видео буду просто рыдать пол видео но потом меня друг это врач уже как-то она меня привела в чувство сказал что это все возможно особенно что вы хотели мамочка если у вас ребенок все-таки аллергик у него другой организм ослаблены все я просто обижена только лишь на то что я как мама я же знаю что мне нужно моему ребенку я просто послушала врача одного убрала пока табли не таблетки а сироп убрала эту маску скале что не надо потом второй врач не новая выписал в той же клинике но только поменялся другой врач потом первым пришел звонить потом второму сегодня второй в итоге меня слушал малого то есть такая каша я уже просто была в замешательстве и мы просто нашли третьего уже врача чтобы не сказали подтвердили методиагноз она как бы сказала да что видимо да там уже есть уже не тот кашель это уже не ларингит тоже перешло все в бронхит хорошо бывает такое что организм не борется так как у нас произошло но слава богу что все таки у меня получилось сделать ребенку рентген мы посмотрели и вроде слава богу у него все в порядке с легкими но все равно у нас дошло от того что придется теперь перейти на антибиотик и когда я в турции вот была да то есть у меня уже ребенку на четвертый день если ему легче не становится то сразу дает антибиотик да я знаю все против антибиотиков но бывает такое что особенно таким деткам как вот имели аллергия до аллергик он то есть ему чтобы это все побороть ему нужно уже по сильному по-другому уже никак здесь видимо мне врачи они пытались максимально как они сейчас объясняют не хотели ему давать но в итоге ему теперь нам нам придется пробить я надеюсь что все у нас пройдет хорошо эти прогревания у меня просто трусила так у меня уже неделю во первых я не такое чувство что я же полысила на 50 процента потому что у меня умели если вы знаете у него привычка зарываться в голову волосы он не просто их выдирать он наматывает на палец и просто так вот их выдирает там такая такой происходит процесс особенно то что он не спал я тоже не спала не могу не не видео не снять никуда-то не пройтись не выйти вообще ничего не могу делать просто занялась ребенком он мне не дает он просто мне не отходит то у него вечные истерики особенно то что он задыхается этим кашлем все возле него меня просто вы знаете от либо это какие-то врачи я я не могу понять хорошо может они хорошие эти врачи либо у нас в аптеках то что он пил 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 и то что он дышал в итоге но к нему не доходило что в итоге она переросла бронхит либо ты реально настолько не поборолосся этот вирус у настолько прямо его в него впился что других уже видимо иммунитет очень слабый и по-другому никак не получается в общем не знаю советовать не советовать вам эту больницу вроде бы как смотришь нормальные врачи говорят умные вещи которые я с ними согласна меня не удивляют что нравится что какой-то определенный подход к детям говорят там по комаровски допустим да не знаю какие такие это да у вас там так то так то даже рады были за то что вот в анталии это не даже было интересно послушать да и мы за вот это и за вот это как-то поддакивали мне все но в итоге и либо эта медицина которая аптеке не справилась для ребенка не помогла потому что и я уверена что 70 процентов вообще тут подделки в украине и это не только я уверена это и доказывает это и всегда говорят об этом и на телевидении все кто работает в этом бизнесе это просто бизнес в анталии хорошо то что за это очень сильно караться законом и и все кто приезжает из россии из украины казахстан любые другие страны все покупают и именно там антибиотики какие-то таблетки лекарства именно в анталии в турции потому что считается что это лучше это не знаю честно я просто нереально удивлена этому всему очень разбито расстроена извините если я вам сейчас забила голову просто решила вам вот рассказать вот что с нами происходит за эти дни что ты я я я ты 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 так всем привет ну что болезнь у нас подходит относительно концу но сегодня почему-то у эмили опять начался какой-то кашель я вообще не могу понять что происходит это или такой сильный вирус прям запущены или что-то не то ну во первых то что у нее организм уже обезвожен и точно иммунитет уже ослаблены нам очень сильно то это сто процентов ты даже не обговаривается в общем всем спасибо большое кто нас поддерживал желал очень приятные слова очень приятно спасибо вам огромное еще сегодня пользуюсь случаем хочу поздравить мамочек с днем матери желаю вам что ваши детки всегда были здоровы и это сейчас очень важно для нас мамочек и как раз для меня в общем поздравляю желаю любви и счастья здоровья благополучия и всего самого лучшего яркого что можно пожелать пока 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 пока